Сфинкс Некоторые стараются К этому процессу подготовиться И еще даже двигаются Вот этот экземпляр Смотрю, смотрю, головой даже двигает Не кусай-то тут нашу Куколку хорошую Сам потихонечку превращайся А вот этот экземпляр уже замер Не замер, но в хорошем смысле Просто почти что спит Но если внимательно присмотреться Вот этот экземпляр очень активно Еще идет процесс Физиологического какого-то развития Превращения Потому что если мы понаблюдаем За кровеносным сосудом Что происходит внутри? Активное движение Активное движение мы видим Посередине находится трубка По которой двигается гемолимфа Которая зелененькая И вот она здесь прекрасным образом Сокращается и двигается вперед-назад По всему телу, разнося Нужные химические вещества Это самые Еще молоденькие, можно сказать А вот это уже более Развившиеся гусеницы Превратившиеся в колбаску У нее тоже сегодня наблюдалось Даже сейчас еще наблюдается Движение гемолимфы внутри А у этого первого экземпляра Очень даже хорошо Наблюдается активное перемещение Сейчас мы еще Прелезем А другие гусеницы уже Вот видим сейчас Активное-активное сокращение Трубки и движение гемолимфы Перед тем, как гусеница Начнет сбрасывать шкурку Потому что этот процесс Ответственный И требует определенных усилий Гусеницы Куколка сначала становится Нежно-зеленая А потом уже темнеет У нас как раз уже имеются Потемневшие куколки Мы видим, что здесь Вот еще розовые полосочки А вот уже более Развившиеся гусеницы И прям такие темные полосочки Выделяющие Сиреневого бражника Рог тоже сбрасывается Рог потом идет вот сюда В шкурку Вместе с головной капсулой И получается куколка Вот здесь у нас получилось Несколько куколок И некоторые из них Очень хорошие А некоторые нет Вот сейчас мы смотрим Это получилось Нормально Без дефектов куколка Абсолютно хорошенькая Мы видим даже Хорошо Капсулу Такая специальная Чехольчик Для Хоботка Вот видим Наблюдаем Вот с левой стороны Это хоботок Вот так хорошо Это двигается Вот здесь Эмбриональные диски Внутри спрятаны А снаружи Видим здесь Уже затвердевшая Оболочка Вот это вот Крылышки Чехольчик для крылышек А здесь Для усиков Для ножек Все очень Чисто Аккуратненько И равномерно Спрятано Внутри куколки А потом Через некоторое время Начнется развитие Самой куколки Ну Фактически Усиление Ображника На следующий Вот Куколка Должна Перезимовать А что же С другими Куколками Произошло Это хорошая Куколка Полностью Все очень Аккуратненько Сформировалось Хотя Даже не В почве А в Лабораторных Условиях Вот видите Какая Интересная Главная часть Его Глазки Вот это Усик Тоже в чехольчике Внутри Находится Вот это Крылышко Очень нежное А у других Экземпляров Произошел Определенный Сбой Вот это Экземпляр Живой Бросил Шкурку Но Здесь мы Видим Какое-то Небольшое Повреждение Дефект Крылышки Полностью Хорошо Сформировавшиеся Длинные Сюда Заходят А вот Здесь Ножки Ножки Крылышки Как-то Замялись Хотя Шкурка Была Полностью Аккуратно Сброшена Все равно При сбрасывании Замялась Здесь Какая-то Часть Усика Крылышка И ножки Какие-то Вероятно Сформироваются При Окукливании Уже Не совсем Правильно То же Самое С хоботком Смотрите Хоботок Не такой Аккуратный Ровный А приплеснутый И прижатый Тоже Несколько Тром Образом Деформированный Вполне Возможно Что Куколка Хорошо Не разовьется А вот у следующего Экземпляра Произошел Даже еще Больший Сбой Здесь Имеется Хорошая Длинная Крылышко Чехольчик А второе Крылышко Гораздо Более Короткое И здесь Было Зелененькое Хитин А сейчас Уже Потемнел Даже Как-то Почернел Затвердел Мы видим Что тоже Здесь Изогнутые Здесь Ножки Крылышко Крылышко Вот Значительно Меньше И Несимметричная Куколка Получилась Шкурка Хорошо Слезла Однако Куколка Получилась Неаккуратной Несимметричной С такими Дефектами Хорошо Развитый Здесь Чехол Для Хоботка Но Вполне Вероятно Что Бабочка Здесь Конечно Получится С уродливым Развитием Крыла И летать Она не Сможет Потому что Чехоль Чехоль Здесь Для Крыла Полностью Деформиру Так сказать Генетически Почему Получаются Такие Дефекты Вполне Возможно От Неправильного Нахождения При Окупливании Возможно Ей Тесновато Что такое Дефектное Окупливание Очень сложно Сказать Вполне Возможно Здесь Были не очень Неудобные Условия Для Окупливания Все таки Не в почве А между Листками Бумаги Где-то Может быть Куколка Не смогла Правильно Повернуться Равномерно Расправить Шкурку Шкурка Была Сброшена Однако Сформировавшиеся Новые Капсулы В виде Куколки Сформировалось Неудачно И что Привлекло К развитию Вот такого Дефекта Уродства На ножках На крылышках И на усиках Вот такой Получился Очень сильный Дефект У куколки Первый Дефект С крылышком С развитием Ножек Усиков Второго Экземпляра Дефект С повреждением Усиков И тоже Ножек Но с нормальным Развитием Крыльев Вот это Имеются Крылышки Имеется Хоботок А здесь Имеется Усик А здесь Ножки Получились Кривые Но зато Одна Куколка Получилась Полностью Аккуратно Хорошо Развившаяся Видим С хоботком Вот Хоботок Вот Хорошо Сформировавшийся Чехольчик Для крыльев Эмбриональный Вот Внутри Находится Чехольчик Для усиков И тоже Самое Для ножек Шесть Три пары Ножек Будут Здесь Внутри Спрятаны В этом Чехольчике Мы видим Что она Полностью Аккуратная Симметричная Никакого Здесь У нее Нет Повреждения Все Очень Аккуратно Сложено Так что Будем Надеяться Здесь Вот Остатки Такие Пятнышки От И Рожек Стал Совершенно Коротенький Не то же Самое На этой Куколке Это даже Более Крупное Тоже Остатки От ножек И Кончик Рожка Так что Ждем Превращения Куклы Наши Двух Остань Последних Экземпляров Которые Еще Активно Думают И готовятся К превращению И покажем Вам Кто же Получился И на этих Экземплярах А вы не забывайте Подписываться на канал Ставить лайк И писать комментарий Заходить на страницу Патриона Вот такое получилось У нас Разнообразие Куколок И Готовившиеся К окукливанию Гусениц Которые Еще Не полностью Перешли В куколку Но Вот-вот Готовятся И Активно Перекачивают Еще Гемолимфу И Происходят Биохимические Изменения Вот здесь У нас Три Шкурки Сброшенные От гусеницы А это Подписывайтесь Заходите на страницу Патрион До новых встреч На нашем канале Пока-пока Посмотрим еще Как двигается Кровь У гусеницы Это интересно А также Посмотрим На ее Мордочку Вот такая Интересная Мордочка Куколки И У гусеницы До новых встреч На нашем канале Всем привет Дорогие друзья У вас есть вопросы Про насекомых Как от них Избавиться Они вас беспокоят Они где-то Завелись у вас На кухне В огороде На дачном участке То вы можете Прислать мне Ваш персональный Вопрос На мой Электронный адрес На мою Электронную почту И я могу Попробовать Дать вам ответ Если вы мне Пришлете фотографию Может быть Кусочек видео Где будет Видно Вашего Объекта Насекомые Которые вас Беспокоят Где-то В домашних условиях Или на вашей даче Или огороде И посоветовать Как от него Избавиться А может быть Оно совершенно Беспомощное И просто Живет Где-то рядышком И никакой Вреда вам не приносит Вы просто Зря беспокоитесь Но для этого Спросите Вопрос у эксперта Которым являюсь я А если Кроме того Вы хотите Подписаться на мой канал Добро пожаловать Нажимайте на кнопку Подписаться Нажимайте на колокольчик Чтобы получать Обновление И вы можете Зайти на такую Замечательную Страничку Называемую Патреон Чтобы стать Спонсором Канала Это называется Так Стать патроном И вы можете Со своей кредитной Карточки Послать Пяток Десяток Например Звонких Американских Долларов Или евро На вот этот Замечательный Канал Который переведет Потом мне В поддержку Моих Разъездов Поисков Насекомых В поддержку Совершенствования Улучшения Оборудования И монтирования Видео А также Поиск объектов О которых Я рассказываю На своем канале В помощь Образованию Науки Энтомологии И природе Не только о том Как бороться С насекомыми А также Как охранять Как охранять природу Как охранять Насекомых Которых Много Но становится Меньше и меньше А для этого Есть для поддержки Канала Вот такая Замечательная Страница В патреоне Заходи на патреон Будешь спонсором И попадешь В субтитры В конце каждого Видео Будет указана Ваша фамилия Ваша фамилия Как спонсора А на страничке В патреоне Написаны Разнообразные проекты Которые проводятся На моем канале И о чем мой канал И прочитайте Внимательно И решите Какую оказать Поддержку Так сказать Орвзнос Развития Канала О энтомологии О пчеловодстве О образовании О биологии До новых встреч На моем канале Пока-пока Привет вам из Киева Столец Украины До новых встреч На моем канале Как подписчик А может быть Как спонсор Патрон До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...